друзья приветствую вас на канале и сегодня уже середина декабря а я и не начинала делать обзор своих растений вот так вот подкралась середины месяца я только опомнилась и хочу начать с суккулентов как видите они у меня помытые мокрые а для тех кто спрашивает почему они у меня такие намытые а как же не намыть раз в месяц я вытаскиваю их для обзоров и это отличная возможность навести порядок на подоконнике убрать пыль с цветочков от этих обзоров одна польза мало того что я отслеживаю динамику своих растений так еще и навожу порядок ну разве не здорово вот этот вот малышок которого я держу очень интересный вот обратите внимание обратная сторона листьев вишневая растет не быстро даже не знаю с чем это связано но вот например у материнского растения из листочка вот этой красулы я выращивала обычное денежное дерево это красу лавата нету таких красных листочков с обратной стороны мне показалось это интересным и вот он растет ну очень медленно растет из листочка я выращиваю примерно с прошлой осени то есть вот этой вот малявушки уже год очень медленно растут денежные деревья из листочков но это интересно ведь правда он такой необычный а вот мама за год выросла очень хорошо вот это денежное дерево я никоим образом не формировала вот что значит солнце для суккулентов совершенно самостоятельно это красула дала 4 ветки 1 2 и вот две макушки 34 замечательное деревце буквально прошлой осенью она была вот такого размера и вот эта вся верхушка наросла за год вроде простое растение наших мам и бабушек но какое-то она очаровательна своей неприхотливостью возможностью формировать да и во взрослом виде выглядит как маленькое деревце ствол древеснеет толстеет выглядит ну очень очаровательно вот такая вот толстушечка толстянка а вот вам для сравнения карликовый вариант это красула минор ближайшая родственница но с карликовыми листочками и чуть-чуть совсем чуть-чуть красноватыми листиками с обратной стороны сейчас это практически незаметно вот вот тут видно а летом очень хорошо окрашивается очень хорошо видно обрезала я в конце лета и видите наверное поздновато вот эта ветка дала две веточки вот это только одну а это и вовсе заснула все-таки красулу если обрезать то лучше пораньше весной или в начале лета но ничего если веточки не пробудятся я буду стимулировать их снова или обрезкой или пастой стакениновой но посмотрим там до весны и еще одно неприхотливое совершенно растение это хавортия полосатая тоже очень распространенный суккулент и неприхотливый хвостики ящериц да такие хорошенькие полосатые они на ощупь ребристые и вот она мне этим летом выпустила три детки уже такие крупненькие детки можно бы и отделять но я что-то не спешу здорово она так смотрится мама с детками растет очень хорошо мощная корневая вот какие у нее корешульки прозрачной емкости хорошо видно как развивается корневая идем дальше дальше и чаверии и замиокулькасы мои крошечные кстати в этом месте я решила делать обзор вот так выставляя каждое растение на столик чтобы можно было его разглядеть повертеть со всех сторон увидеть скажите как вам больше нравится в том месяце я делала на своих местах где каждое растение живет и некоторые приходилось смотреть с обратной стороны или сбоку в этом месяце решила так напишите как вам больше нравится и мои красотки розочки это и чаверия лола это и чаверия жемчужина нюрнберга они имеют специальный налет для защиты от солнца такими их создала природа и налет этот трогать и стирать нельзя но за растением то как-то ухаживать нужно пыль все равно на них оседает и в общем я это смываю напором струи до а либо пульверизатора либо как-то под кран пытаюсь подставить и они у меня вот такие становятся чистенькие лола растет хорошо она была пересажена этим летом в общем к ней и придраться не к чему идеальная голубая красавица она действительно голубая вот например для сравнения зеленая ветка богин вилли да а это вот голубая красавица и ее подруга жемчужина нюрнберга ее я этим летом мало того что пересаживала так еще и переукореняла я ее обрезала пополам пенечек почему-то не дал ростков так и засох а верхушку успешно укоренилась также у меня были с нее сняты листики чтобы ствол внизу освободить для укоренения и все почти засохли вот остался последний который тоже видите на стадии засыхания дал корешочек розетки нету этот по моему вот-вот засохнет почему-то жемчужина нюрнберга совершенно не хочет давать деток от листика вот к примеру листочек листочек красу ламинор вот так выглядит готовой к укоренению есть и корешочки и маленькая розеточка у жемчужины нюрнберга ни один листочек не дал вот такой вот такого роста не знаю почему-то но меня листами не хочет укореняться зато сама красивая фиолетовый такой оттенок у нее необыкновенный дальше посмотрим с вами вот на этих двух моих чудиков почему чудиков потому что уж больно много они сидят это листочки замиокулькаса обычного зеленого и черного ревен укоренялись они в одно и то же время весной примерно в марте вот этот я сама укореняла вот этот мне такое уже дали укорененный и я тоже не знаю в чем дело мои листочки вот черного замиокулькаса выглядят гораздо лучше мало того что они все целенькие и вот тут нет не тут вот тут ой как же вам показать вон там что-то проклюнулась нет через стаканчик ничего не видно но в общем тут вот есть например на вот такой вот полтора сантиметра в общем носик показался нового растения но тоже очень-очень медленно растет уже давно показался может быть неделю назад или 2 и все еще вот такой малюсенький крошечные вон вон там вон вот торчит в общем не хочет камеры такой мелочь показывать а зеленый замиокулькас совершенно решила сбавиться от листов и поросли новой нету но я что чувствую что здесь очень тяжелый грунт возможно даже с огорода но я даже не знаю какой он точно сказать не могу потому что укореняла не я это девочка мне давала вот такая разница здесь рыхлый грунт как видите много вермикулита и перлита здесь тяжелый грунт вот такая разница здесь у нас рост а здесь ничего и прошло в общем я посчитала 9 месяцев до выращивания замиокулькаса из листочка не для слабонервных 9 месяцев я ждала какого-то движения я конечно видела что клубни образовались но роста совсем никакого изменения никакого не было сейчас вот только осени вот эти листочки начали отмирать и вот тут ростик появился вот такое вот долго играющее развлечение друзья на сегодня говорю вам до свидания потому что не хочу делать очень длинным видео всех благодарю за внимание спасибо вам за дружбу и за лайки всего вам самого-самого хорошего до скорых встреч а